Вести Карачаева, Черкесия В госфилармонии прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Баталпашинские чтения-2022», приуроченной к празднованию столетия государственности Карачаева-Черкесии. В картинной галерее столицы Карачаева-Черкесии открылась выставка друзей, посвященная столетию государственности нашей республики и Кабардино-Балкарии. Итак, главным новостям. В Черкесии у Стеллы Дружба Народов состоялся праздничный концерт в честь воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В мероприятии приняли участие более 1300 жителей Карачаева-Черкесии, общественные деятели, активная молодежь, представители политических партий и просто неравнодушные земляки. С приветственной речью к присутствующим обратился спикер парламента Александр Иванов. «Добро пожаловать на историческую родину. Здесь вам никто не запретит говорить на русском языке, на любом языке, который является для вас родным. Как говорят на своих родных языках, более 300 народов нашего необъятного Отечества. Здесь вы будете под защитой мощного суверенного государства, станете его полноправными гражданами», – сказал председатель Народного собрания. В правительстве Карачаева-Черкесии подвели итоги хода реализации нацпроектов за третий квартал текущего года. По итогам девяти месяцев уровень кассового освоения по региональным проектам составил более 71%. По нацпроектам «Экология и малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» исполнение составляет около 100%. Главой Карачаевой-Черкесии Рашидом Тимрезовым принято решение о дополнительном снабжении мобилизованных необходимыми вещами. Список необходимого снаряжения составлялся с учетом пожеланий военнослужащих, имеющих опыт участия в специальной военной операции. Так в него вошли спальные мешки, утепленная обувь, дождевики, вязаные шапки и балаклавы, теплозащитные коврики и другое. Очередной груз с комплектами дополнительной экипировки уже отправился мобилизованным из Карачаевой-Черкесии. На базе отделений Народного фронта во всех регионах страны развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента страны о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Подробности сообщил член регионального штаба Народного фронта в Карачаевой-Черкесии Денис Струговцов. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии, на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных. Мы принимаем обращение по адресу город Черкесск, проспект Ленина 34, офис 39А, WhatsApp 8 928 027 41 22, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. А также социальные сети Народного фронта в Карачаевой-Черкесской республике ВКонтакте и Одноклассники. И в заключении хочу сказать, что мобилизация – это закон и требования сегодняшнего дня. Но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы. С 1 января следующего года предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер соцзащиты, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. По поручению президента правительство выстраивает целостную систему их поддержки. Оказавшиеся в трудной финансовой ситуации родители, беременные женщины могут получать ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от индивидуального материального положения граждан возраста ребенка. С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Станет оно назначаться и нуждающимся женщинам, ставшим на учет на ранних сроках беременности. Чтобы оформить универсальное пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок. И сделать это можно как через портал госуслуг, так и лично через МФЦ, либо фонд пенсионного и социального страхования, если для человека такой вариант предпочтительнее. Государство обеспечит действительно единую и комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка 10 миллионов детишек. В Республиканской государственной филармонии прошло пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Баталпашинские чтения-2022», приуроченное к празднованию столетия государственности Карачаева-Черкесии, столетию подвига религиозных служителей Русской Православной Церкви во время изъятия церковных ценностей, 190-летие образования Кавказского линейного казачьего войска и 130-летие образования 6-го Кубанского пластунского полка. Участниками конференции стали ученые из Карачаева-Черкесии, Абхазии, Дагестана, Ставропольского и Краснодарского краев, Оренбурга, Ростова-на-Дону и других регионов, а также студенческая молодежь. С приветственным словом к собравшимся обратились министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко и министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Затем участников конференции от имени министра по делам национальности, массовым коммуникациям и печати поприветствовал замминистром Сергей Гуско. «Сегодня, в эпоху новых вызовов в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране, наступило время сплотиться и объединить усилия во имя решения новых задач ее развития и защиты ее истории. Наш долг – сохранить память о наших отцах и дедах и не позволить нас разъединить», – отметил Сергей Анатольевич. Региональная сеть центров образования цифрового, гуманитарного, естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе общеобразовательных организаций сельской местности и малых городов региона пополнились сразу 26 новыми отделениями во всех районах Карачаева-Черкесии. «Точки роста» помогают школьникам из отдаленных населенных пунктов осваивать современные технологии, а также углубленно изучать гуманитарные и точные науки. Для этого они оснащены цифровым оборудованием, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, оборудованием для изучения информатики, технологий, основ безопасности и оказания первой помощи. Об этом рассказывает министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. На сегодняшний день такие центры уже работают в 87 образовательных организациях, расположенных в сельской местности. В Аграрно-техническом колледже Эркин-Шахара будущих работников сельского хозяйства будут обучать в новых мастерских и лабораториях. Ребята на занятиях не только получат теоретические знания, но и опробуют их на практике. Это возможно после получения колледжем субсидий в рамках федерального проекта образования. Какие преимущества дадут эти новшества студентам нашего региона, рассказал председатель комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам молодежи и туризму Народного собрания Карачаева-Черкесии Алексей Ганшин. У наших детей, у наших студентов появилась возможность на практике получить достойное образование и получить навыки на современном оборудовании и на современной технике. Две эти лаборатории позволят готовить специалистов не только для нашей республики, но и для соседних регионов, что повысит престиж рабочих этих специальностей, так как у нас развивается в республике сельское хозяйство, сады Карачаева-Черкесии, направление расширяется сельскохозяйственное предприятие. Это будет достойным подспорьем для подготовки современных специалистов. Перечень предоставляемых услуг в двух социальных учреждениях Карачаева-Черкесии будет расширен. Соответствующее поручение дала заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Ирина Гербекова по итогам визита в социальный пансионат для пожилых людей и республиканский реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам визита двух социальных учреждений вице-премьер дала ряд поручений, связанных с расширением перечня предоставляемых услуг и организацией разнообразного досуга пожилых граждан. Жители Карачаева-Черкесии смогут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей на открытие или развитие своего дела. Это могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица в возрасте от 14 до 25 лет, включительно до 18 лет с разрешения родителей. Гранты могут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица, у которых нет долгов по налогам, взносам больше 1000 рублей. Софинансирование должно составлять не менее 25% от стоимости проекта. Также необходимо прохождение бесплатного обучения в Центре мой бизнес по основам предпринимательской деятельности. Длительность обучения не менее 16 часов. Желающие принять участие в проекте могут отправить свои заявки на грант в Центр мой бизнес в Карачаево-Черкесии, который располагается по адресу Черкесск, Ленина, 53. Пройти обучение для получения гранта можно будет в Школе предпринимательства на базе Центра мой бизнес с 10 октября в Карачаево-Черкесии. Все подробности о мероприятии можно узнать в сообществе ВКонтакте Центра мой бизнес. В Карачаево-Черкесии стартовал прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять участие в нем и подать свою заявку необходимо до конца октября текущего года. Об этом рассказывает руководитель Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап и с 12 сентября до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа Всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр «Инновации социальной сферы» по адресу Ленина 53. Мобильный комплекс, заменяющий собой полноценный кабинет офтальмолога, готов в любую минуту выехать в любую точку Абазинского района. В нем есть все, чтобы провести полноценный осмотр зрения и получить квалифицированное заключение специалиста. Он уже показал свою эффективность во время акции «Поезд здоровья», через которой прошло несколько сотен пациентов из всех районов Карачаево-Черкесии. Благодаря таким передвижным комплексам квалифицированная помощь доступна теперь даже в самых труднодоступных уголках республики, комментирует информацию врач-офтальмолог Арасим Джумаев. Здесь все, что есть в обычном кабинете у доктора, у офтальмолога, здесь все это есть. То есть здесь я могу полноценно обследовать пациента, диагностику проводить. В частности, пожалуйста, вот у нас есть аппарат для измерения внутриглазного давления. Здесь вот у нас есть офтальмоскоп и без чего не обходится ни один кабинет, ни один офтальмолог. Это набор пробных линз для подбора очков. По одним словам, у нас здесь все есть, все необходимое для полноценной работы врача-офтальмолога. Полицейский отдел МВД России по Учжигутинскому району установили подозреваемого в краже золотых изделий. В полицию обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина заявила, что в сети интернет она нашла мастера и пригласила его к себе для осмотра и последующего ремонта квартиры. После чего обнаружила пропажу золотых сережек, которые находились в спальной комнате. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. Злоумышленник дал признательные показания и пояснил, что похищенные серьги он отдал реализатору золотых изделий на колхозном рынке в городе Черкесске. 7 октября текущего года стартует второй этап всероссийского конкурса «Народные участковые», который ежегодно проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. Традиционно конкурс делится на три этапа. На первом этапе голосование проходило на официальном сайте МВД. Большинством голосов были определены по одному претенденту от каждого района для участия во втором этапе, который пройдет с 7 по 16 октября. Заключительный этап конкурса с 1 по 10 ноября пройдет на федеральном уровне. В финальном этапе принимают участие по одному участковому от каждого региона, победителя региональных этапов. Поисковая группа, состоящая из полицейских сотрудников МЧС, представителей Урубского районного казачьего общества и неравнодушных жителей Урубского района, нашли грибника пропавшего 28 сентября. Мероприятия по поиску пропавшего мужчины продолжались двое суток. В дежурную часть отдела полиции по Урубскому району обратилась 54-летняя жительница Невиномыска, сообщив, что ее 50-летний муж в 10 километрах от станицы Преградной ушел в лесной массив за грибами и пропал. Мужчину нашли, его оперативно доставили в лечебное учреждение, где была оказана вся необходимая помощь. В картинной галерее столицы Карачаево-Черкесия открылась выставка друзей, посвященная столетию государственности Карачаево-Черкесии и Капардино-Балкарии, на которой представлены творческие работы учащихся художественных школ Черкеска, Нальчика, Владикавказа и села Ахты, Республика Дагестан. В торжественном открытии выставки принял участие министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. Он поблагодарил организаторов и вручил им благодарственные письма от министерства, отметив, что такие мероприятия сейчас особо важны. На выставке представлено около 200 работ, выполненных в разной технике – акварель, гуашь, графика. Но всех их объединяет любовь к своей малой родине и России. Экспозиция работ юных художников Северного Кавказа продлится до конца октября. Вход свободный. Это были все новости Карачаево-Черкесии. К этому часу с ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вооруженные силы Российской Федерации И получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии, получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок 8 878 2 26 36 32. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова